Музыка У областным громадскокультурным центры сегодня собралосься тысяча работников установ адукации. Миновито столько человек может уместить в этот зал. Даже сейчас на Гомельшине в этой галине прасуют 59 тысяч человек, полов из которых наставники. У программы областного свята экскурс у гисторию, концертная программа и узнагороджение. Нагрудными знаками выдатник адукации, гоноровыми грамотами и подяками облвыканкам и областного совета депутатов, а так само Министерство адукации. Миновито такую узнагороду отримала директор 21-й Гомельской школы Инесса Карпина. У самой школе, якая отличивая свою гисторию с 1908 года, сегодня ее называют установой 21-го стагодзя. Заховывая традиции, тут живут будущим. На практице это означает подрыхтовку в Ушню на высоком адукациином узровне и грамотанско-патриотическом выховании молодежи. На республиканском конкурсе кадетских классов, который прошел на этом тыдне, команда 21-й школы заняла первое место. А про это выники тестирования по химии и биологии тут завсёды высшая за республиканские показчики. Прежде всего в своей школе я горжусь своими учителями, потому что если бы не было такого хорошего коллектива, не было бы хороших побед. Естественно, ни одна победа не проходится без детей. Дети всегда заряжают энергией новыми идеями учителей, которые ведут их к победам. Хоть досягненнями на республиканском узровне сегодня визначаются не только школьники. На этом тыдне у Минску пройшов республиканский конкурс «Педагог года». З восьми представников в области пять отримали узнагароды. На рахунку региона два золотые, два серебряные и один бронзовый медалей. На Гомельшине саправды шмат профессионалов, які ездольны давать якосные веды и выховывать саправдных грамадян своей краины. Это не значит, что в Галине сегодня нема вопросов, на какие необходимость вернуть повышенную увагу. Но при этом сяродных нема ни одной проблемы, которую было бы немогчима вырешить. Система, конечно, есть над чем работать. У нас есть вопросы, где требуют оттачивать мастерство. В вопросах питания, организации питания, подвоза детей. Я не снимаю со счетов те моменты, которые касаются методических аспектов нашей работы. Это касабельно практически всех учителей-предметников. В преддверии Дня Учителя мне хочется поздравить всех учителей, всей администрации, всех тех, кто кует победы на учебном плане, с праздником. Пожелать им здоровья, успехов, удачи. И с большим удовольствием входить в класс, быть преданным детям и нашей любимой Родине.